Всем большой привет! Сегодня был обзор морозилки от фирмы IKEA, которая делается на заводе Электролюкс. У нас была задача купить морозилку в нашу встроенную нишу и на самом деле очень-очень мало морозилок на рынке, которые нам подходили по ширине. Здесь всего у нас 56 сантиметров. Плюс нам нужна была обязательно встроенная морозилка, потому что у нас уже готовая кухня была не один год и у нас просто оставалась здесь ниша, которую мы не знаем, ну еще думали чем заполнить. Вот наконец-то мы созрели к морозилке. И из всех представленных моделей было несколько моделей Электролюкс и Бош, которые подходили, но их не было в Украине из-за карантина и неизвестно, когда бы их завозили. Плюс там какие-то снимали с продажи, в общем было как-то несколько месяцев я не могла купить и наконец-то я увидела, что есть морозилка IKEA. Плюс когда я узнала, что она тоже делается на заводе Электролюкс, я подумала, что все надо брать, это то, что нам надо. По цене она была такая же, как Электролюкс и Бош, около 12 тысяч стоила, но с учетом того, что IKEA у нас не официально в Украине, а мы покупали через посредника, то есть там есть, я думаю, процентов 20 наценки точно. Поэтому вот мы ее купили, просто поставили вот так вот, и вот эта вот дверца, по идее, должна была прикрепляться сюда, но мы ее не делали, потому что у нас дверь вот эта цельная на весь шкаф, и чтобы каждый раз, доставая там блендер, мы не открывали морозилку, мы ее не крепили к дверце. На самом деле она встроенная, то есть здесь все предусмотрено. Также сюда мы со временем доделаем полочку обязательно, я очень прошу мужа это сделать. Вот, давайте посмотрим, что там внутри. Итак, это мы сами делали такую ручку, ее в комплекте нет, такое ноу-хау у нас, чтобы было удобнее открывать. Итак, морозилка на 100 литров, здесь 4 одинаковых ящика, только один последний, он поменьше. Здесь есть степень регулировки, есть быстрая заморозка кнопочка и регулировка от 1 до 6. Сейчас у нас стоит на среднее, но летом мы ставили на шестерку, когда все вот это вот замораживали, потому что морозилка постоянно пикала, вот эта вот красная кнопочка, если она долго открыта, если там много продуктов, одновременно замораживаешь. Сами ящики удобные, вот так вот они выглядят. Как можете посмотреть, этой морозилке уже полгода, сколько вот здесь вот получилось с него, то есть летом ее будем размораживать, ну на год хвата. Также эти ящики можно достать и замораживать, просто на полочках, тогда еще больше поместится. Морозилка удобная, вместительная, пока что к ней никаких претензий нет, вот эту зиму она перезимует у нас, вот такой ящик выглядит вот так, вот он такой, как половинка, потому что там занято место, как это называется, процессор в морозилке, ну в общем вы меня поняли. В общем вот такая морозилочка, очень удобная, также у меня на канале есть обзор всего, что я там замораживаю, как видите уже пикает, надо закрывать ее срочно, всего, что я там заморозила, у меня есть обзор на канале, так что если вам интересно, я оставлю ссылочку внизу и прикреплю ее где-то здесь сверху в рекомендациях, переходите обязательно, смотрите, потому что у меня две морозилки, вот эта вот отдельная и встроенная в холодильнике, и я заморожу много-много разных интересных фруктов, овощей и ягод, посмотрите именно как в этом отдельном видео. Так что всем спасибо за просмотр и пока-пока!